Субтитры создавал DimaTorzok Но они общаются со Своим Создателем. Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, сообщил, что после того, как Он закончил сотворение, Он приказал Земле и Небу прийти к Нему, либо по принуждению, либо с покорностью. И они сказали Всевышнему Аллаху, «Мы пришли с полной покорностью и повиновением Тебе, о Аллах». Всевышний Аллах упоминает, «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность». Ответственность или аманат предполагает соблюдение обязанностей, обязательств, спрос за последствия, награду, наказание и так далее. Но они отказались от этого, и Аллах, Свят Он и Велик, говорит, «Абайна ан яхмилнаха, ва ашфаقна минха, ва хамалаха л-инсан». Но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Очень важно то, что Всевышний Аллах говорит, как небеса и земля покорились Ему, не нарушая приказа, не выходя из орбит, полностью признав свое повиновение Создателю. Почему Всевышний Аллах отметил это? Аллах говорит это для тех, кто отказался покориться. «Вас ли труднее создать или небо? Думаете, вы являетесь более значимыми творениями, и вас сложнее создать или уничтожить? Разве вы являетесь более прекрасными созданиями, нежели небеса, земля и все, что вокруг? Даже они покорились Всевышнему Аллаху. Они провозгласили совершенство Всевышнего Аллаха». Итак, в Коране мы встречаем множество различных упоминаний об этом. Например, Всевышний Аллах говорит, что небеса и земля могут плакать. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка. Всевышний Аллах говорит о фараоне и людях, которые симпатизировали ему, о тиранах, угнетателях, которые не приносили пользы этому миру. Аллах говорит, что когда они покинут этот мир, ни земля, ни небеса не проронят по ним ни слезинки. Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, спросили, разве небеса и земля могут плакать? То есть понятно, что люди, которые населяют землю и небеса, могут проливать слезы. Но плачут ли на самом деле небеса и земля? Ибн Аббас, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «Кто бы не покинул этот мир, место, где он совершал земной поклон, место, где он обычно склонял голову, где падал ниц, произносил «Субхана Рабби аль а'ла». Причист мой Господь Высочайший, провозглашая совершенство своего Господа, нет ни одного места на земле, которое бы не плакало, когда человек, покинув этот мир, больше не совершает там суджуд. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «Существуют врата в небесах, через которые хорошие поступки человека поднимаются к Всевышнему Аллаху». И когда Вы умираете, эти врата закрываются. Небеса также плачут. Но Вы, разумеется, не слышите этот плач. Иногда Всевышний Аллах может сделать так, что люди слышат этот плач. Подобное произошло с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижниками. Целью этого действия было показать чудо или знамение. Нам известен случай, когда он встал и ушел от дерева, под которым сидел, облокотившись в ожидании хутбы. Он наслаждался прохладой в его тени. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, чтобы начать проповедь у Мимбара, это дерево начало плакать и дрожать так, что даже сподвижники могли это слышать. Почему? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Оно тоскует по знаниям, которые привыкла слышать». Это жизнь, жизнь созданий Всевышнего Аллаха. Они общаются, подчиняются Творцу и поклоняются своему Господу так, как им полагается. Всевышний Аллах говорит, «Нет ни одного творения на небе и на земле, которое бы не возвеличивало Всевышнего Аллаха и не свидетельствовало о его величии». Но что говорит Всевышний Аллах? Но вы не постигнете того, как они возвышают Всевышнего Аллаха и провозглашают его величие. Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, говорит, «А лам тара анна Аллаха ясджуду лahu ман фиссамавати ваал ард». Разве вы не видите, как все вокруг склоняется ниц перед Всевышним? Как все, что между небом и землей совершает суджуд перед Аллахом? Всевышний Аллах говорит об этом подробно. «Ясджуду лahu ман фиссамавати ва ман фил ард, ва шамсу ва лкамару ва лнужуму». Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие из числа людей. Разве вы не видите, как они поклоняются Всевышнему Аллаху? Но вы не постигаете того, как они совершают поклонение Всевышнему Аллаху. Существует достоверный хадис, в котором пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, упоминает, как солнце совершает суджуд Аллаху каждую ночь. Оно преклоняется перед Всевышним Аллахом и спрашивает разрешение, чтобы взойти следующим утром. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не описывает совершение суджуда конкретно в том физическом значении, которое известно нам. Но все же это демонстрирует нам покорность Солнца Всевышнему Аллаху. Люди пытаются подшучивать над Кораном и Сунной. Иногда они берут аят из суры Аль-Кахф, в котором Всевышний Аллах описывает дзуль-карнейна, и то, как он видел, что Солнце заходит в мутный источник. Они говорят, «О, они верят, что Солнце заходит в темную воду». Но вы можете прочитать у раннего ученого по Тафсиру Ибн Кафира, да помилует его Аллах, Тафсир, которого является самым известным в исламе. Вы можете прочитать у него пояснение к этому аяту. Здесь речь идет о том, как Солнце садится над водой в океане. Каждый, кто видел, как оно исчезает в океане, поймет, о чем идет речь в этом аяте. Можно привести в пример слова «Ас-Суюты», «Да помилует его Аллах», который коснулся темы мировоззрения, нашего кругозора, того, как мы видим все, что нас окружает. Плач творения Аллаха, их преклонение перед Всевышним, совершение сучуда Всевышнему Аллаху, подходящим для них образом, все это покорность Всевышнему Аллаху. Интересно отметить, что ученые обращают наше внимание на следующее. Когда Всевышний Аллах провозглашает свое величие, Он ссылается на свое совершенство в творении, создании. Саджида, земной поклон и все, что относится к поклонению Всевышнему Аллаху, связано с повиновением. Когда мы объединяем два этих явления в одном направлении, получаются, что небесные тела вращаются в их идеальном направлении. В случае, если они сдвинутся хотя бы на одну миллисекунду, начнется абсолютный хаос. Этот идеальный порядок сам по себе является подчинением Всевышнему Аллаху, восхвалением Всевышнего Аллаха и повиновением законам, которые установил Всевышний Аллах. Как-то раз я прочитал статью под названием «Юпитер – планета, которая нас оберегает». Что это? О чем здесь идет речь? Очевидно, что Юпитер – это огромная планета, которая находится рядом с нашей, названная планетой-защитником или пылесосом, которая притягивает к себе метеориты и все те предметы, которые могли бы разбиться о Землю, благодаря своим огромным размерам и так далее и тому подобное. И тут я подумал, надо же, этот автор приписывает такую силу Юпитеру. Но кто создал Юпитер подобным образом? Кто установил орбиту таким совершенным образом? Кто сотворил идеальное космическое пространство так, что оно стремительно движется, сохраняя при этом идеальный курс? Всевышний Аллах говорит, «Все плывут по орбитам». Аллах описывает совершенную орбиту с небесными телами и прекрасно в этом аяте выражение все они плывут по орбитам. Аллах описывает движение небесных тел и даже сами буквы в аяте словно описывают орбиту вокруг средней буквы Я. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok